Тем временем судьба многоэтажек в поселке Юбилейный, мешающих полетам, так до сих пор и не решена. Дольщики, оставшиеся неудел, винят в своих бедах в первую очередь застройщика. Небезызвестную кампанию «Новострой 21 век», возглавлял которую депутат Саратовской областной думы Алексей Сергеев. Шлейф туманных обещаний тянется за ним уже не первый год. Итог – разваленные кампании, разрушенные судьбы людей, причем не только в областном центре. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Только посвященный знает, что квартиры в этом доме продает фирма «Банкрот». Для всех остальных застройщик придумал уловку – игра букв и у покупателей никаких подозрений. Был просто «Стройкомплекс-2002». Под таким названием фирма проходит на сайте с информацией о новостройках Саратова. А вот тоже название, но с припиской «СК». Обе эти организации в саратовских СМИ назвали не иначе, как фирмами-клонами. Причем первая уже на грани банкротства. Учредителем ее являлся Алексей Сергеев. Для дольщиков двух злополучных новостроек в поселке Юбилейный эта фамилия уже стала нарицательной. Владельцем прежде всего был господин Сергеев. По-моему, в соучредительстве там с сыном, по-моему. Я сейчас не могу сказать точно, но то, что Сергеевы были владельцами и продолжали оставаться фактическими владельцами до конца вот этой безобразной истории. Как только запахло жареному, фирма была продана за 10 тысяч рублей азербайджанскому пенсионеру 73-х лет. Практически тот же сценарий в 100 километрах от Саратова. Поглотили, развалили, забыли. Речь идет о Лысогорском предприятии «Темп». От кирпичного завода и цехов здесь остались руины. На заброшенном здании – амбарный замок. Саратовские СМИ выяснили, после признания «Темпа» банкротом в 2004 году, управлять его активами стала ООО «Стройкомплекс-2002», одним из учредителей которого являлся Сергеев. Сам народный избранник о существовании некогда в Лысых горах предприятия «Темп» сегодня и не помнит. Или не хочет вспоминать. «Темп» – я вообще не знаю, кто такой «Темп». Я первый раз услышал вообще эту организацию, чисто случайно. Я не знаю, что это за «Темп». «Мысогорский район» – ничего. Мне вообще ничего не говорят. Зато о том, как разваливали некогда процветающее предприятие, хорошо помнят бывшие сотрудники. После того, как «Темп» поглотила компания «Стройкомплекс», организация начала рассыпаться, а ее активы – распиливаться. 600 сотрудников вмиг потеряли работу, а предприятие – былую громкую славу. У нас кирпич такой был – цоколя, перегородки, сливные ямы, погреба. Ну, такой нормальный кирпич-то был. Цена устраивалась всех. Наш кирпич славился по всем районам – Калининск, Самойлов, Каткарск. Все к нам ездили. Мы делали 3 миллиона кирпича. Было, но прошло. Это, кажется, о всех предприятиях, к которым имел отношение Алексей Сергеев. Сейчас он официально лишь депутат областной думы. Предприятия, которые им когда-то открывались, отошли ставленникам и родственникам. Отвечать за долгострой, недострой и руины – некому. Он не значится даже в бумагах судебного разбирательства с новостроем 21, а вот за фирмой тянется шлейф скандальных историй. Например, сейчас надзорные органы проверяют очередное детище новостроя в Энгельсе – долгострой на улице Краснознаменная. Что касается непосредственно фирмы «Новострой», то можно так сказать, что все те объекты, которые на сегодняшний день попали в поле зрения органов прокуратуры, они возводились в одно время, и проблема по ним, можно сказать, совпала. Сейчас в Саратове в официальном реестре проблемных многоэтажных домов по информации прокуратуры значится 24 долгостроя, заведено 9 уголовных дел. Основные нарушения – неправильная финансовая деятельность застройщиков и мошенническое присвоение денег дольщиков.